Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Кинзнания Сила. Эпидемия нового коронавируса началась около двух месяцев назад, хотя многие считают, что люди болели еще с октября 2019 года, что более вероятно. Как это ни странно, за это время был предложен уже не один метод лечения коронавирусной инфекции, и основные из них мы разберем сегодня в этом видео. Метод первый – противополепозная терапия. С самого начала инфекции никто не знал, как лечить новое заболевание, а так как оно относилось к числу гриппоподобных, то врачи справедливо решили, чем просто наблюдать за больными, лучше проводить терапию, которая проводится при гриппе. Напомню, основная тактика при осложненном гриппе включает обильное горячее питье, чай, кипяток, богатое калорийное питание, но жидкое, куриный бульон и горячее молоко, инфузионную терапию в виде капельниц, а также в случае необходимости антибиотикотерапию, чтобы не допустить присоединения бактериальной инфекции. И как ни странно, помогло. Мало того, что по утверждениям китайских врачей, около 80% больных после этого выздоровели, но даже 92-летний китаец смог вылечиться, хотя от вируса умирают в основном люди старше 80 лет. Эти данные приводили китайские врачи, поэтому верить или не верить – дело ваше, я же просто привожу ссылку на факты. Метод второй – плазма крови вылечившихся. В начале февраля китайские специалисты объявили о первом методе специфического, то есть направленного не на устроение симптомов заболевания, а на уничтожение самого вируса лечения. Им стало использование обработанной плазмой крови уже вылечившихся больных. Метод основывается на выработке антител человеческого организма и на введении их в организм тех людей, которые их выработать еще не успели. Метод был назван многообещающим, но до сих пор широкого распространения не получил. Возможной причиной тому является высокая вероятность передачи других инфекций через кровь другого человека, возможно, какой-то другой фактор. Метод третий – китайские травы и народная медицина. Эту методику начали использовать еще с самого начала эпидемии, однако только сейчас стало известно, что данный метод был эффективен и только со слов китайских врачей. Что конкретно входило в этот растительный сбор, который применялся, до сих пор неизвестно, но все же упомянуть о нем стоит. Метод четвертый – чеснок. В России более чем в два раза повысились цены на чеснок. И все потому, что это растение считается сильным противовирусным средством. А глава СНБУ Украины, по слухам, даже рекомендовал чеснок и салат от коронавирусной инфекции как лучшее их лекарство. Действительно, научные данные подтверждают эффективность чеснока при гриппе и простуде. Кроме того, вещества, содержащиеся в нем, укрепляют иммунитет. Вот только пока никто не знает, каковы действия чеснока в отношении нового вируса. Метод пятый – иммуностимуляторы. Есть некоторые лекарства на основе растений, такие как хиноцея пульпурная, которые стимулируют иммунитет, то есть помогают организму бороться с вирусом. Известно, что от нового вируса умирают в основном люди с ослабленным иммунитетом, в том числе пожилые люди. Поэтому вполне возможно, что иммуностимуляторы могут помочь. Однако этот вопрос пока не решен, да и лекарства данной группы обладают определенными противопоказаниями, так что нельзя их использовать без назначения врача. И последний, шестой метод, который по сути не является методом лечения, а только профилактикой, вакцины. Китайцы и американцы объявили о том, что в ближайшее время выпустят массовое производство вакцины от коронавируса COVID-19. Вот только до сих пор о вакцине ни слуху ни духу. Да и многие специалисты сомневаются, что так быстро можно создать эффективную вакцину. Ну а нам остается только верить и ждать. Надеюсь, видео было вам интересно. Пишите в комментариях свое мнение относительно того, что говорилось в видео. Не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик. Обещаю еще много интересного видео по теме. Ну и просматривайте другие видео по теме на канале про то, как лечить запор и как вести себя при беременности. Удачного вам дня! Субтитры сделал DimaTorzok